Добрый день всем любителям второго Старкрафта и не спешите закрывать это видео, даже если вы не принадлежите к числу поклонников этой великолепной игры. Вас приветствует Alex007 и большая часть зрителей моего канала влюбились в Старкрафт по итогам просмотра одного единственного видео. И поверьте, сегодняшняя игра именно из тех, которые могут заставить вас влюбиться в главную стратегию реального времени в мире компьютерных игр. Мы находимся на карте Джаганадха, красивой, зеленой, интересной карте, в рамках которой на поле боя встретились украинский профессиональный игрок Александр Свистюк, он же Блай, появившийся в левом нижнем углу. Он играет за расу зергов и его соперник, играющая за расу протасов Нина Куал. Под никнеймом Нинз из клана Эксон выступает Нина. Ранее она была известна в Старкрафт-сообществе как Брэндон и выступала под никнеймом Пак, но многое произошло в его, а затем в ее жизни. Наверное, не будем слишком подробно на этом останавливаться, все желающие наверняка смогут найти информацию либо на Ликвипедии, либо в комментариях к этому видео. А мы лучше будем говорить об игре, игре, которая начинается очень агрессивно. Блай поставил 12-й пул, Блай бежит вперед первыми же зергингами, и более того, Блай мешает Нине поставить глухую стенку для того, чтобы закрыться от стартовых зергингов. Поэтому мы видим, что Нина выбирает очень специфический вариант игры, ставит форжу, ставит фотонную пушку для того, чтобы прикрыться от этих собак. И здесь еще Зилот находится в стенке. Зергинги сгрызают гейтвей, но дальше не могут найти, куда бы им тут пролезть, куда бы пробраться, потому что теперь стенка у Протаса глухая. Тем не менее, Блай пытается подбежать, просто съесть рабочего, который прикрывал эту стенку, и далее, может быть, повоевать с Зилотом или просто пробежать зергингами на мейн. Удается Блай именно этот маневр, и сейчас у него будет возможность нанести экономический урон своему сопернику уже в самом начале игры. Тут творится форменное безумие, творится какой-то настоящий хаос на базе Протаса. У Зерга в это время дома все спокойно, но экономика очень слабая, всего 14 рабочих, и, естественно, эти зергинги должны наносить какой-то дополнительный экономический урон Протаса. Удалось съесть еще одного рабочего Тоса. Хороший результат для собак. Три пробки удалось съесть, нужно, естественно, продолжать. Нина тем временем выходит на вторую базу, ставит Нексус на второй локации, и дальше сможет продолжать развивать свою экономику. Вторая база у Протаса получается существенно позже, чем вторая база Зерга, но, естественно, это Протаса вполне может устраивать. Здесь Блай пытается еще хотя бы какую-то пробочку, хотя бы какого-то рабочего Протаса забрать. Может быть, сейчас битый рабочий все-таки удается Нине отступить и сохранить эту пробку. А значит, сохраните какое-то экономическое преимущество, как ни крути. 26 рабочих на 23, мы видим это в табличке внизу, так что ситуация для Протаса неплохая. На старте интересный, очень агрессивный дебют от Зерга. Здорово, что уже начало игры дарит такую весьма нестандартную завязку сценария, потому что мы прекрасно понимаем, что и вот эта стенка Протаса, мягко говоря, не предел мечтаний старкрафтерских архитекторов. Ну и можно будет потом находить в этой стенке какие-то слабости. Что же касается Зерга, то у Зерга, опять-таки, вроде бы дебют довольно стандартный, но надо понимать, что такой внешне стандартный, абсолютно нормальный дебют тоже абсолютно не всегда переходит в какое-то пассивное зерговское макро, когда, знаете, Зерг там строит 80 дронов, ничего не делает, ждет, пока Протас на него нападет. В конце концов, мы прекрасно знаем, что Блай тоже не любитель пассивного стиля игры. Прибежал Зилот от Нины, Зилот просто хотел провести какую-то базовую разведку, но мы видим, что его окружили и съели. Не знаю уж, какую ценную информацию успела получить Нина от этого Зилота, зато мы точно знаем, что Оракул, который вот-вот ворвется в минеральную линию на третьей базе, может нанести здесь очень большой урон. Адепт оказался на второй локации Блая, у него ноль фрагов, но фраги будут у этого Оракула, он забрал королеву, он забирает дрона в одного за другим, минус 4 зерговских рабочих от Оракула, и здесь Нина добивается весьма ощутимых результатов. Более того, тут еще один адепт подходит, его перехватывают зерглинги, ну или ее, все-таки адепты у Протасов вроде как тоже женского пола, хотя нет у меня полной уверенности в том, что адепт и она, это вообще нормально для русского языка, наверное, надо какие-то феминитивы использовать, ну да ладно. Блай своими зерглингами сейчас попытается не дать сопернику спокойно перейти на третью базу, естественно, ранняя третья в планах у Протаса, но как же здорово Блай успевает окружить и съесть пробку, в этот же момент два Оракула Протаса готовы вырываться в минеральную линию на главную базу зерга, и здесь тоже могут быть серьезные потери для Блая. Блай вступает за справую колонию, но здесь сильно битая королева, которую Оракулы забирают, королева, которую, возможно, не добил еще самый первый Оракул, здесь улетает буквально на десяти хитпоинтах еще один Оракул Протаса, а здесь продолжается экшен, никак не удается ни не выйти на третью базу, хотя уже 1300 минераловый, естественно, третий Нексус напрашивается. Только сейчас, видимо, удастся, наконец-то выйти на третью, и то, если Блай не съест еще и эту пробку, Блайчик! Как же он играет, как же здорово, он перехватывает одного рабочего за другим, уже сколько раз пытался Протас выйти на базу, никак не получилось, уже третья или четвертая пробка сюда подъезжает, для того, чтобы наконец-то поставить Нексус, а Блай в это время вовсю раскачивает свои три базы, у него уже 67 в проекте рабочих, в то время как у соперника только-только заказывается третья база, которая позволит хотя бы имеющимся 50 пробкам добывать эффективно. Прекрасная ситуация для Блая, несмотря на не очень удачный дебют, в рамках которого и 12-й пул, как мне кажется, не идеально удался, и были затем потери на Оракулах, мы видим, достаточно ощутимый 8 дронов потерял Блай. В общем, несмотря на все эти перипетии, несмотря на все эти происшествия, зерговская оборона сейчас смотрится очень прочно, зерговская экономика смотрится просто блистательно, поэтому Блай, очевидно, находится впереди, что, естественно, не гарантирует ему каких-то грандиозных успехов в дальнейшем, но просто приятный и комфортный мидгейм, этап середины игры, зергу сейчас обеспечен. А мы видим, что здесь по-прежнему такая очень специфическая стенка, которую так и хочется закрыть хотя бы еще одним дополнительным зданием, для того, чтобы стенка такая двухъярусная получилась, но, видимо, у Нины сейчас другие приоритеты. Мы видим, что у Нины добавлено какое-то количество гейтвейв, делается апгрейд на Блинк сталкерам, делается какой-то феникс, видимо, для того, чтобы, что, дополнительно оверлорда взбивать, хотя, нет, подождите, делаются прям несколько фениксов, то есть это ожидание перехода в Муталийского от Блая, хотя мы-то с вами видим, что шпиль вообще только-только поставлен, и знать протос об этом еще не может, он этот шпиль не видел, но, судя по всему, тут репутация Блая работает на него, или, может быть, даже против него, соперник уже заранее ждет перехода оппонента в шпиль, и Нина, мы видим, добавляет и Вуид Реев, и Феникс, в общем, вплотную занимается именно развитием воздушного состава армии, по земле здесь у Нины все схвачено, большое количество Сентрии, которые за счет форсфилдов не подпустят армию Зерга, Зерг продолжает бегать собаками по карте, кусать, кусать соперника, смотрите, как игра выглядит от лица Блая, он постоянно переключается между своими базами, между Зергингами, между распространением слизи в разных частях карты, естественно, делает инъекции, заказывает какую-то группу реведжеров, насыщает свою четвертую локацию, которая только недавно была поставлена, ставит Инфестейшн Пи для того, чтобы далее переходить в новые технологии, блистательно реагирует на прилет Оракулов в район третьей базы, все это на довольно высоком показателе APM, сейчас мы видим вплоть до 700, вплоть до 1000, что? 3000, 4000 почти у Блая, видимо, на каком-то сверхбыстром заказе Зерглингов, он умудряется показывать именно такой мгновенный APM, и здесь мы видим, что Блай пытается напасть на соперника, причем тоже очень здорово, очень интересно, он нападает по задумке, Зерглинги забежали со стороны, в лоб нападали Роучи и Реведжеры, но в итоге не не хватило форсфилдов, увы, хватило просто прочности этого состава армии, для того, чтобы не позволить Блаю пробить оборону Протаса, но и сейчас уже Нина, естественно, имеет полное право перейти в контратаку, неприятная ситуация для Блая, атака успехом не увенчалась, хотя, в принципе, вроде бы логика была понятна, и очень прикольно забежали собаки со стороны, то есть Блай попытался застать соперника врасплох, не удалось, сейчас нужно спокойно отступить, перегруппироваться, ничего страшного абсолютно точно не произошло, Нина переходит на четвертую базу, у Блая делается плюс два на коготь для его Зерглингов и Бейлингов, только плюс один на атаку в заказе у Протаса, и далее у Протаса ставится робот-икс-бей, возможно, для колоссов, возможно, для дезерапторов, армия Протаса выходит вперед почистить слизь, и в этом действительно есть определенная необходимость, потому что слизь Блая распространилась уже до центра карты, очень много медленных Бейлингов, от которых пока Протас просто отбрасывается форсвилдами, форсвилды, естественно, разбиваются к оружию Байла Мира Эваджеров, и Блай продолжает свое контрнаступление, тут включились еще Оракулы, и это неприятная новость для Зерга, потому что какого-то антивоздуха серьезного у него нет, у одного из Оракулов уже 12 убийств, очень результативные получаются боевые единицы, оп, успевает Нина отреагировать, не отдает Оракула просто так, очень хорошая игра пока от Протаса, мы видим минимальное количество потерь, причем большая часть потерь была еще в самом начале игры, там был потерян Гейтвей, потом Пилон на постановке третьего Нексуса, пара пробок, и 1900 на 6000 по потерянным ресурсам, Блай пока разменивается далеко не так эффективно, но естественно у Блая все очень здорово по экономике, поэтому он может себе позволить вот такие размены, упс, попадается в стазисную ловушку Зерганги, они заморожены на время, поэтому возможно с этой атакой Блаю стоит повременить, плюс есть несколько Фениксов, которые серьезно помогают Протасу, вообще очень прикольная у Протаса воздушная армия, два Воид Рея было, один потеря на коррозии в Байлах остался, один Рей, есть два Оракула, есть три Феникса, и всем этим воздушным войском Нина очень круто оперирует, тут снова заморожены Зерганги, они пытались пробежать дальше, но напоролись на вторую стазисную ловушку, и нет никаких сомнений в том, что теперь Нина их не выпустит, а здесь третья стазисная ловушка, в которую попались уже Бейлинги, и Нина просто идеально обороняется, пока, да, эти собаки, увы, ах обречены, одна собачка могла, казалось бы, куда-то пробежать, но не удалось, а здесь вкатывается гигантское количество Бейлингов, Блай полон решимости нанести сопернице, какой-то серьезный экономический урон, 22 пробки, это более чем серьезно, 27, эти Бейлинги разморозились, и плюс 2 на коготь позволяет им взрывать пробок сразу же, здорово получилось, теперь у Протоса большие проблемы по экономике, действительно, Блай и без того комфортно себя чувствовал в плане соотношения экономика сейчас, после того, как немного улучшилась ситуация по потерянным ресурсам, нет уже этого трехкратного превосходства соперника, можно говорить о том, что у Блая положение на карте просто превосходное, и он заказывает брудлордов, против которых у Протоса что есть? Просто группировка Блингсталкеров, есть какое-то количество колоссов, которые будут полезны против брудлингов, но это нельзя назвать серьезным преимуществом Протоса, снова пытаются пробежать собаки, но не на везде хорошо реагируют, тут фотонки, тут оракулы, правда оракулы почему-то игнорируют этих собак, которые очень быстро съедают пробок, возможно маны нет, мана есть просто, странно реагировал Протос, доварпом Зилотова, мне кажется можно было именно оракулами справиться, ну да ладно, в этот момент основная армия Протоса пришла в атаку, и тут-то она напарывается на брудлорда, в которых уже восемь, а в заказе еще два, есть еще какое-то количество карапторов, которые будут дополнительно бить по колоссам, поэтому армия Нины здесь не внушает зергу серьезных опасений, или какого-то страха, Блингсталкеры телепортируются прямиком на угловую базу зерга, но сюда очень смело подходит войско Блая, Городив Байла разбивает форсфилды, Бейлинги готовы вкатываться в сталкеров, еще одна порция форсфилдов заходит от Протоса, карапторы пытаются расстрелять колоссов, как можно быстрее сжимается в угол армия Тосса, и уходит реколом, домой практически все войско Протоса спаслось, самое главное, что спаслись колоссы, хотя мы видим, что для них это сражение прошло небесследно, все они потеряли хитпоинты, но самое главное для Блая, что он практически не терял брудлордов, всего пара брудов, это не серьезно, по потерянным ресурсам, что там 5000 разницы, это совсем не тот гандикап, который невозможно отыграть, восстанавливается локация в правом нижнем углу, здесь 4 базы прекрасно работают, еще одна база ставится слева, тут забежали Бейлинги, забрали дополнительно 10 пробок у Протоса, уже полсотни рабочих забрал своей сопернице Блай, и он развивает свое наступление, вперед летят брудлорды, у их брудлингов есть плюс 2 на коготь, поэтому они могут очень быстро наносить урон, сталкеры прыгнули под брудов, успели забрать одного, но не без потерь, это мероприятие проходит для Протоса, Протос пока пытается на фениксах здесь воевать, но есть какое-то количество королев, есть большое количество караптеров, поэтому они не дадут фениксам нанести сколько-нибудь серьезный урон, плюс Коррозив, Байл и Реваджеров расстреляли этих фениксов практически мгновенно, мало антивоздуха, 1 воидрия, 3 сталкера, да штормы с архонами, это все, что есть у Протоса, этого явно недостаточно против такого количества брудлордов, Блай, возможно, стоит заморфить новых, но здесь у Блай начинаются легкие проблемы дома, варп призма от Нины, за варп зилотов, который забирает пул, пул сразу же восстанавливается, но пока зерглингов не может строить Блай, и это, безусловно, немного неприятно, призма остается на локациях зерга, возможно, стоило бы вернуть какое-то количество караптеров, но пока просто новых брудлордов из этих караптеров Морфит Блай, и именно в этот момент пытается напасть Нина, пользуясь тем, что войско зерга ослаблено, тем, что часть караптеров сейчас находится в коконах, однако все равно не хватает какой-то огневой мощи Протосу для того, чтобы прорваться сквозь строй брудлингов, и даже обсервера почему-то здесь нет, обсервер находится, единственный обсервер на карте находится в другой части Джиганатхии, даже слизь здесь не удалось почистить Протоса, ведь брудлордов уже 13, против них срочно нужны Протосу хоть какие-то инструменты, что там по призме, она продолжает летать в другой части карты, и пока даже не делает, до варта там очень много зерглингов, и уже доделался пул, поэтому новых зерглингов может в любой момент восстанавливать Блай, Нина пытается инициировать какое-то сражение, снова пошел прыжок с сталкерами, но снова не очень удачный, коррозив байлы заставляют, наземное войско Протоса отступить, зерга тут очень много, и армия у него безумно дорогая, мы видим, насколько дороже армия зерга по минералам, и немного дороже по газу, первый хороший шторм в брудлордов прошел, и сейчас шторм отличный в реведжеров, какой-то локальный успех вроде бы есть у Протоса, еще один локальный успех может быть в этой части карты, где оракулы просто сожгут хэтчери, нет никакого противодействия им со стороны зерга в данный момент, и снова сталкеры уже в который раз пытаются прыгнуть под брудлордом, мы видим, что все брудлорды биты, и на красных, на оранжевых китпоинтах подавляющее большинство, но пока все-таки немного не хватает взрывного урона, чтобы забирать этих брудлордов на раз-два, еще четыре бруда заказаны у Блая, но именно в этот момент у Протоса появляются темпесты, и тут-то как раз караптеры бы пригодились, караптеры, которые как раз в брудлордов сейчас превращаются, новые караптеры срочно нужны Блаю, он это понимает, караптеры подлетают на поле боя, в этот же момент здесь большая контратака с зерглингами, которые съедают фотонную пушку, съедают статичную оборону, которая была на третьей локации Нины, и сейчас начинают сражаться с пробками, здесь под ударом четвертый Нексус, караптеры пытаются зайти сбоку, для того, чтобы их не заштормили, и фокусят темпестов, один темпест уже потерял все щиты, начинает терять хитпоинты, здесь шилд бетри оверчарджу Протоса, батарейка пытается восполнить запасы хитпоинтов, юнитов Протоса как можно скорее, но по итогу мы видим, что Протос вынужден отдать этот Нексус, и отдать 24 пробки, ситуация экономическая, просто катастрофическая для Протоса, но армия все еще очень сильная, 129 боевого лимита у Тоса, 124 у Зерга, Протоса даже немного больше боевого лимита, его армия сейчас дороже, и по минералам, и по газу, она качественнее, и она может поймать войска Блая на отступлении, караптеры отправились просто на главную базу врага, и они там разгромили, вылетевшее воздушное подкрепление Протоса, но это не останавливает Нину, Нина идет вперед, 79 фрагов у одного колосса, 65 у другого, 88 у третьего, колоссы Протоса нанесли феноменальный урон в этой игре, и естественно они продолжат наносить урон, гигантское войско Протоса переходит в контрнаступление, дома уже нечего защищать, потеряно практически все, сталкеры находят Брудлорда в чистом поле, без прикрытия, прыгают на них, и фокусят одного за другим, Блай не спасет Брудлордов, Караптеры подлетают под этих героических колоссов, и забирают практически всех, остается только один колосс, у которого уже 99 убийств, сделает ли он юбилейное сотое, пока его не убьют здесь в сражении, сотое юбилейное убийство, у колосса настоящий супергерой этого сражения, на арене смерти, на карте Джаганнатха, идет вперед, 101 фраг для колосса, он возглавляет это наступление, остатков Тосовской армии, 77 боевого лимита, на 74 боевого лимита Блая, Нина продолжает идти вперед, Блай перехватывает дотекание Нины, подкреплений у этой армии не будет, здесь морфятся Брудлорды, прямо на поле боя, и находит их Протос, штормит их Протос, штормит он и Караптеров, колосс, колосс, 113 убийств, 28 хитпоинтов, у него уничтожен героический колосс, но он успел сделать многое в этой игре, для победы Протоса, и Протос продолжает идти вперед, вкатываются, откуда не возьмись Бейлинги, но успевает Протос спасти всех уязвимых Бейлингом юнитов, на поле боя появились Архоны, они на Бейлингов плевать хотели, выживает Иммортал, у которого 54 убийства, все юниты Протоса, конечно, настоящий супергерой, еще 51 фраг у другого Иммортала, фантастическое Протосовское войско, все еще живет и идет вперед, 45 единиц боевого лимита у Тоса, здесь какая-то минимальная добыча сохраняется у Протоса, но понятное дело, что экономически он мертв, у Блая есть еще локация в правом нижнем углу, поэтому Зерг какую-то добычу сохраняет, Зерг отправляется в контратаку, Караптеры как раз присосались, главной добывающей базе Протоса, она стремительно теряет читы и хитпоинты, и нечем их восполнить, нет, Блай, это был какой-то мисклик, но сюда прибегают собаки, они добьют этот Нексус, Блай видимо хотел вернуться домой, для того чтобы как-то спасти локацию в правом нижнем углу, но спасти ее уже не удастся, здесь свирепствуют Зилоты, Блай пытается хотя бы увезти рабочих, рабочие вполне вероятно спасутся, но где им добывать, добывать им более негде, точно так же как в принципе негде добывать здесь Протосу, собаки должны просто съесть батарейку прежде всего, да-да-да, они съедают батарейку, съедают эту фотонку, но Протос возвращается домой реколом, частичным реколом, он вернул домой пару Архонов и трех Сталкеров, остальное его войско осталось здесь, здесь два неубиваемых бессмертных, которые живут в полном соответствии со своим собственным названием, юнит Иммортал, эти юниты Протоса не умирают, здесь на Джаганатхе, в форменном безумии, которое продолжается на карте, ноль сейчас добычи останется и у Протоса, и у Зерга, я не понимаю, где и откуда еще могут качаться ресурсы, окей, у Блая на Мейне каким-то чудом остались деньги, ладно, здесь ставится батарейка, как раз для того, чтобы спасать Нексус, которому подлетели Караптеры, Архон попробует за счет своего урона Нексус спасти, не факт, что удастся, да, может быть, минус один Караптер, окей, но остальные продолжают высасывать хитпоинты из Нексуса, и им удается это сделать, минус Нексус, без единой базы остается Протос, все, что у него есть, это Нексус на Мейне, которому можно таскать ресурсы на большом расстоянии, но это единственное, что может сделать Протос, Зерк пока может действительно продолжить добывать свою главную базу, но больше таскать ресурсы ему абсолютно ниоткуда, у Протоса есть один-единственный обсервер, за счет которого сейчас можно попробовать зачистить всю слизь на карте, здесь Блай убеждается, что нет еще одного Нексуса у Протоса, и пытается уничтожить последний, чтобы у Тоса был абсолютный ноль добычи, здесь только Архон, Архон, впрочем, пока заставляет Караптеров отступить, а Протос, кстати, возобновил наступление, он даже не стал уничтожать слизь, он пытается выбить здесь Хэтчери, и, возможно, какие-то другие технологичные здания соперника, а в сервер залетает на Мейн, тут справа я колония, нужно быть очень осторожным, минус пул, и, скорее всего, Инфестейшн Пит, очень важное технологичное здание, которое сейчас как раз используется для того, чтобы строить инфесторов, реведжеры получили очень неприятный шторм, и еще один неприятный шторм, но не успели забросать коррозивбайлами армию Протоса, и еще один шторм от Тоса, как-то немного расточительно сейчас действует Нина, потому что определенно пригодится энергия штормеров, оп, слишком опасно раскладывает об сервера Протос, еще один шторм, мне кажется, снова в холостую, подняться на возвышенность Протос явно не сможет, потому что тут есть связка Микозов и Коррозивбайлов, все-таки подняться на возвышенность будет очень сложно, поэтому Блай получает какое-то время на восстановление, здесь продолжают маневрировать Караптеры, успел накопить Протос на еще одного Темплера, это весьма ценный ресурс, может ли вообще тут как-то маневрировать Архон, да, видимо может, он попробует зайти со стороны, но даже реколом возвращается Протос, чтобы ни в коем случае не отдать этот Нексус, и больно будет Караптера, минус один, минус второй, возможно и минус третий напоследок, так и есть сталкеры, с плюс два на атаку успевает этого Караптера забрать, что у Нины здесь очень неплохое войско, ресурсы добывать особо неоткуда, занимается добычей на расстоянии Протос, тут даже не посчитать, сколько ресурсов в минуту он добывает, мы видим, какое расстояние приходится проходить рабочим, по кривой, для того, чтобы принести ресурсы к Нексусу, Блай добывать на расстоянии неоткуда, у Блая просто есть еще какое-то количество минералов, там какие-то 150 минералов на Мэйне, то есть он сможет заказать еще двух-трех инфестров, у которых пока нет неврального паразита, поэтому они могут лишь бросать Микозы, сталкеры снова прыгают для того, чтобы забрать Караптеров, ну Блай видимо уже всех своих Караптеров отдаст, но откровенно говоря они здесь и не особо нужны, правильно? Что можно сделать с этими Караптерами? Невральный паразит заказывается Блаем, ну может быть это хорошее решение, но мне кажется, что все равно не хватает в армии зерга юнитов, которые бы могли танковать, поэтому этих инфестров легко забрать какими-то зилотами, архонами, штормами, имморталами тем более, имморталами, которые на двоих сделали уже 135 фрагов в этой игре, да, настоящая арена смертей, практически все юниты построенные обоими игроками были потеряны, суммарно мы видим 82 тысячи ресурсов потеряли игроки, здесь начинает Микозами забрасывать соперника Блайта, и ставка на связку Микозы плюс Коррозив Байлы, ну да, Микозы для того, чтобы не дать Протасу подойти, плюс они очень много урона Темпларам наносят, и мы видим, что Темплар один уничтожен, тут еще есть Темплар с полной маной, если он поймает еще один Микоз, будет очень больно, он его действительно поймает, он его поймает и не успевает ничего сделать со своими Темпларами Протаса, очень круто здесь сыграл Блай, у него правда остается всего-навсего два дрона, но связка Микозов и Коррозив Байлов действительно скорее работает, чем нет. Там, кстати, доделывается Невральный Паразит. Интересно. Невральным Паразитом можно попробовать работать на расстоянии, и есть достаточный запас энергии у пара инфесторов для того, чтобы Невральный Паразит использовать. О Неврале пока ничего не знает Протас. Тут исследуется еще Закопка, но там есть Обсервер, правда, но может быть он будет вне позиции. Есть Аверсир, то есть в случае чего Обсервера можно попробовать поймать тем же Микозом. Пока не палит Блай свой план. Ноль добычи, абсолютные ноль добычи у Зерга. У Протаса там еще есть какие-то крохи, опять же, которые он добывает на расстоянии, поэтому Протаса текущая ситуация устраивает. Она не патовая, как может показаться, она выигрышная для Протаса, просто на большой дистанции. У Зерга остался один-единственный дрон. Вот он, он в армии здесь почему-то. И у Зерга все, что есть, это шесть Реведжеров, шесть Инфестров, но еще какой-то бесполезный Караптер в другой части карты. Хм, Караптер, кстати, можно было бы использовать для того, чтобы поймать Обсервера, но в итоге Обсервера пытается Микозом поймать. Блай, поймал же! Поймал он этого Обсервера. О-о-о-о-о. Да, Протас пока не понимает, в чем проблема, потому что он же не видел закопки. Он не видел закопки у Зерга! Нет детекции у Протаса абсолютно никакой. Он понимает, что происходит или нет? Понимает или нет? Ну, мне кажется, он должен был бы понимать, но нет такого ощущения. Блай проверил, что здесь больше нет Обсов, проверил одним Инфестром. Это был Инфестр такой сапер. Если бы Обсервер нашелся, то все. Не смог бы дальше никуда выползти Блай. А так он выползает Инфестрами и применяет сразу же три Невральных Паразита Шторм. Шторм хорошо работает, забирает одного Инфестра, но не более того. Архоны начинают убивать юнитов Протаса. Протас за счет сплэша по собственным юнитам пытался что-то сделать, но не удалось. И нападает Зерг, спускается вниз. Еще один Невральный Паразит по Архону. Дерется часть войска Протаса за Зерга в этом невероятном сражении. Закончились Невральные Паразиты. Коррозив Байлы разбирает еще одного Архона. Блай остается четыре Реведжера. Тут очень битый Иммортал и 139 фрагов у них на двоих у этих Имморталов. И поднимается на хайграунд Нина. Закончилась ману Инфестров. Нет, не закончилась Иммортал, который так много сделал для Протаса. Перехвачен Инфестров, но он ушел слишком далеко за зону действия Неврального Паразита. Закопался последний Реведжер. Да, правильно сделал Блай. Жалко, что не догадался раньше. Еще один Невральный Паразит в Иммортала. Иммортал предан собственным собратам. Как же так? Как же так? Какая нелепая смерть для этого Иммортала. Пытается увести Протаса с этого юнита. Опа. И в итоге Коррозив Байлом. Неужели его убьет Реведжер? Нет, нет. Есть мана на еще один Невральный Паразит. Иммортал пока живет, но все-таки еще один Неврал. И этот Иммортал также пал смертью храбрых на главной базе врага. У Блая остается шесть Инфестров и один Реведжер. Ну да, и один Караптор еще. И Аверсир. А у Протаса... У Протаса... Ай-яй-яй. У него и газа нет на обсервера. И минералов нет для того, чтобы поставить пилон у этого роботикса. Что делать Протасу? Протас пытается сейчас таскать газ на расстоянии, чтобы насобирать хотя бы газ на обсервера. Но ему нужно время. А Блаю нужно время для того, чтобы восполнить запасы по энергии, естественно. Блай подлетел Караптором. Он видит, что у соперника на мейне есть два сталкера. И надо бы этого Караптора сохранить. Он пригодится, чтобы потом, может быть, уничтожить обсервера соперника. Да, Нина просто добывает ресурсы на пилон, на пса. Но... Нет пилона. Обесточен роботикс. И Блай подбегает ченджингом. Это видит. Плачущий смайлик ставит Нина. И Блай может просто попробовать закончить эту игру, потому что инфестры восполнили запас энергии. У них снова есть мана на невральные паразиты. У Протаса всего пять боевых юнитов. Здесь шесть инфестров с невралом. Пока даже не ставится пилон на роботиксе. Времени вагон и тележка у Блая, для того, чтобы просто закончить эту игру. Самое главное сохранить хотя бы одного реваджера, который потом будет блокировать добычу. Это все, что нужно Блаю. Да, есть еще связка каравтера с Аверсиром. Даже если обсервер вылетит, это еще ничего не значит. Сразу же прыгает вперед. Протас! Но попадается Архон на невральные паразиты. Попадается сталкер. Так. И что делать? Они просто убивают друг друга. Архон убил сталкера. Архон начинает лупить батарейку. Все еще обесточен роботикс. Непонятно. А, есть еще один роботикс. Так. Так. Секундочку. Осталось же принести всего чуть-чуть газа. Есть газ. Есть газ на обсервера. Тут же заказывает обсервера Протас. Блай видит, что что-то заказано в роботиксе. У Блая осталось мало времени. Да, юниты Протаса при этом убивают друг друга. Тут главный вопрос, выживет ли Архон. Именно Архон в теории может выиграть эту игру, пока он ее выигрывает для Зерга. Но. Но сейчас. Сейчас пытаются зилоты просто выбить инфесторов одного за другим, потому что здесь появился обсервер. Где реваджер? Где караптер? Где аверсир? Эта армия где-то в стороне. Что делает Блай? Блай пытается отступить. Подлетает караптер. Подходит реваджер. Подлетает эверсир. Нужно выбить обсервера. Выбить обсервера любой ценой. Обсервера, обсервера, обсервера. Фокусит Блай. Блай. Блай забирает обсервера, но он потерял к этому времени всех инфесторов. Закопался реваджер. Есть еще караптер, но что делать этими юнитами непонятно. Последний реваджер Блая умирая. Джи-Джи пишет Блай. 31 минута умопомрачительного экшена на Джаганатхе до последнего юнита. Настоящее безумие в противостоянии Зерга и Протаса. Надеюсь, пришлось вам по нраву. Для вас комментировал Алекс007. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Рекомендуйте это видео друзьям, которые интересуются компьютерными играми. И, конечно же, делитесь своими отзывами в комментариях. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся.